Печёный картофель И, конечно, зола была необходимым компонентом во многих ритуалах. Если возьмёте обычаи той же тантры, вот собрали, допустим, тантриста, вот они поют свои мантры, свои молитвы, костёр из самого лучшего дерева. Потом в этот костёр большой по ходу пения бросают, допустим, зёрна, пшеницу, допустим, рис, бросают плоды. Вот. Бросают, и плоды вон там благополучно сгорают. И потом из этого большого костра, вот та зола, которая осталась, вернее, тот пепел, его берут с собой. Считается замечательным лекарством, чуть ли не панацеей от всех болезней. Ещё тогда было замечено, что зола разных деревьев даёт свой эффект. Дубовая, например, нормализует глазное и внутричерепное давление. Общее крепляющее действие идёт. Особенно очень полезное её есть в осенне-зимний период, весной, когда витаминоз в организме идёт. И надо поддержать себя против инфекционных заболеваний простудных. Осиновая зола лечит закупорки головного мозга, колиты, бронхи, мочеточники, лёгочные заболевания. Берёзовой золой и угольками лечат инфекции желудочно-кишечного тракта, очищают желудок. А для укрепления зубов, как утверждают народные средства, необходимо выпить настой на золе хвойной деревьев. Сама хвоя измельчалась. Её до сих пор применяют для лечения цинги. За счёт чего зола так полезна? Это открыли современные химики. Оказывается, её состав до половины может состоять из карбоната кальция. Это вещество, необходимое организму. Оно отвечает за здоровье костей, суставов, кожи, ногтей, волос. Плюс содержит ряд микроэлементов. Современному жителю большого города негде жечь костры каждый день. Но есть более простой и очень доступный выход – стерильные золами. Уго-рактивирный – это ассорбент. Когда человек что-нибудь поест, там такого, нехорошего, и у него начинает, значит, желудок болеть. Если он вот этой таблеткой 8 или 7, и вот эти таблетки, они как ассорбент, они всасывают, а потом выходят через естественным путём. Активированный уголь – самое известное в России средство при пищевых отравлениях или похмелье. Его употребляют из расчёта одна таблетка на 10 килограммов веса. Уголь можно применять без консультации с врачом. Медики даже советуют использовать активированный уголь для очищения воды от радиоактивного заражения. Его также применяют при кашле, болях в почках, печени. И даже если от автомобильных выхлопов у вас разболелась голова, уголь легко избавит от этой проблемы. Кстати, мало кто задумывается, что прописывают нынче врачи от изжоги. От неправильного кислотно-щелочного баланса в желудке. Изжога весьма опасна, избыток кислоты может привести к гастриту или язву. А ведь если посмотреть состав всех средств от изжоги, невероятно прост и дёшев. Все они основаны на одном единственном веществе, том же самом природном суперсоединении – карбонате кальция. В чистом виде это самый обыкновенный мел. И люди ели его испокон веков. Однако зачем ещё, кроме как от изжоги, он нужен организму? И в каком виде его стоит употреблять? То есть это чистый кальций. Кальций – это наши кости. Чтобы крепче были кости, чтобы лучше росли, крепче и здоровее были волосы, ногти. Зубы у кого больные надо просто. Мел можно просто и есть, если он чистый. И вот школьный, например, можно есть. Мы ели в детстве. В Болгарии рассказывают, что однажды к целительнице пришла девушка. Кожа у неё была неровной, тусклой, дряблой и безжизненной. Девушка пожаловалась, что из-за такого цвета лица не может найти себе жениха. Знахарка посмотрела на неё и дала очень странную рекомендацию. Она вручила девушке шарик из голубой глины, велела дома растворить его в ключевой воде и пить этот состав 30 дней. Девушка удивилась, пожалуй, плечами, но сделала всё, как было сказано. Через месяц она вернулась. И не одна с женихом. Девица была белолицей, румяной и вся светилась счастьем. Ведь она пришла поблагодарить целительницу и позвать на свою свадьбу. Да, действительно, определённые виды глины можно есть. Голубая глина обладает сильным антисептическим свойством. Её разрешено употреблять в пищу. В Иране такая глина даже продаётся на базаре. В Италии раньше было распространено кушанье под названием алипа. Оно состояло из смеси пшеницы и мергеля, глинистой породы, которую добывали близ Неаполя. У народностей Сибири лакомством считалась сметана, приготовленная из глины и оленьего молока. Известно также одно африканское племя, которое в качестве деликатеса употребляет смеси из зелёной, белой и голубой глины. Это племя не знает никаких желудочно-кишечных заболеваний. У них пища переваривается на все сто. Но глина – не блюдо дикарей. Есть люди, которые едят глину и сегодня. Смотрите далее. Почему древние народы обожествляли глину? Глину называют кровью земли. Что будет с теми, кто ест школьные мелки? Когда мы едим мел, мы укрепляем наши кости. Когда мы употребляем глину, мы получаем полностью микроэлементный состав. Елена Мельникова сначала ела обычные школьные мелки. Попробовала их, когда носила первого ребёнка. Она вспоминает, что на глаза попался кусочек мела. Елена откусила его и уже не смогла остановиться. Сразу съела весь. Каприза беременна. Недостаток кальция для растущего скелета малыша. Я себя сдерживала и контролировала, чтобы в день съедать полпачки. На самом деле, если бы мне от души, я бы спокойно могла две пачки съесть. Острое желание есть мел просыпается у многих беременных женщин. И вопреки общепринятому мнению, дело тут не только в недостатке кальция. Будущей матери не хватает железа и цинка, которые тоже содержат мел. Признаки недостатка железа в организме таковы. Сухость во рту, снижение памяти и сосредоточенности, выпадение волос, плохое состояние ногтей. Я видела, что у меня ухудшается состояние кожи, ногти ломаются, волосы стали вылазить. У меня были длинные волосы, как бы густые. Особо, может быть, окружающим этого не было заметно, но они просто вот пучками. Елене посоветовали покупать в аптеке специальные препараты. Ничего не помогло, и она вернулась к поеданию мела. Женщина чувствовала, что именно мел – то, что нужно и её организму, и будущему ребёнку. Малыш родился здоровым. После родов есть мел Елена прекратила. Но когда забеременела второй раз, сразу взялась за старое. А после рождения третьего ребёнка есть мел Елена уже не прекращала. Я его очень долго кормила. Я его кормила больше трёх лет. И, видимо, у меня в организме истощился запас каких-то веществ. Вот, и потом, когда я уже перестала его кормить, я начала очень сильно есть мел. Но мел уже не помогал. Женщине хотелось чего-то другого. Того, что она не получала с обычной пищей. Елена стала активно интересоваться, почему когда-то незаменимый мел перестал её устраивать. Было интересно, почему же у меня такая тяга, такая потребность. И потом уже я нашла информацию, что глина, она более полезная. Я решила попробовать. Мел и глина – разные химические соединения. Мел – осадочная горная порода, мягкая и рассыпчатая, плохо растворимая в воде. Он состоит из прессованных скелетов доисторических организмов. А в основе глины лежит водный силикат алюминия – каолинит. Поэтому тем, кто употребляет её в пищу, нужно быть предельно бдительными. Когда мы едим мел, мы укрепляем наши кости. Когда мы употребляем глину, мы получаем полностью микроэлементный состав. Но другое дело, что глины бывают разные. И какую глину, где её взяли, и для чего, и в каких количествах, и вообще, как её употреблять, тут надо быть очень осторожным. Нельзя завтра поехать в карьер, взять кусок глины и его съесть. Это заворот кишок будет. Тем не менее, Елена Мельникова рискнула попробовать одну глину на вкус. Поняла, что не хватает на самом деле не кальция, а кремния. А кремния, он тоже необходим именно для кожи, для ногтей, для волос. И сколько я уже ем глину, три года я её ем. Я нормальная. У меня восстановились ногти, и волосы перестали влазить. Вот это вот новые волосы отрастают у меня. Елена заметила, что ей нужно гораздо меньше глины, чем когда-то мела. Хватает не более 50 граммов в день. Как ни странно, её младший сын тоже предпочитает глину, любым конфетам. К своему пристрастию Елена относится философски. Ещё глину называют кровью земли. Вот я читала в интернете такое интересное выражение. Ну, мне действительно нужна энергия земли. Даже когда на даче я нахожусь, я сразу преображаюсь. Удивительно, но это вещество тоже обожествляли все первые народы планеты. Народы Северной Америки верили, что бог Иоскиха лепит первых людей из глины по своему отражению в воде. Строители шумеро-вавилонских зеккуратов думали, что бог Мардук делает людей из глины, смешанной с кровью. В египетской философии бог Хнум лепят людей на гончарном кругне. И здесь кроется какая-то древняя тайна. Почему именно глина отождествлялась у древних с плотью человека? Учёные выяснили, что глина имеет уникальную способность накапливать и сохранять солнечную энергию. Миллиарды лет назад благодаря этому на Земле зародились первые живые существа. Под воздействием солнечных лучей в глине образовались протоорганизмы. Из них возникли молекулы примитивных существ. Так что зарождению жизни на нашей планете действительно способствовала глина. Но кто рассказал или показал нашим предкам всё это? Этот вопрос остаётся одной из самых больших загадок мироздания. Разведённый карбонат кальция или попросту мел в быту называется известью. Немногие сегодня представляют, насколько она вообще необходима в доме. На Руси известь активно использовалась в строительстве. Из белого камня возводили храмы в Суздале, Владимире, Москве и других городах. Известь применяли для побелки стен и печей. Но зачем ей обрабатывали стены домов мазанок и внутренние поверхности? Только ли для красоты? А что, если кто-то предпочитал другой цвет? Оказывается, нет лучшего средства для постоянной дезинфекции. Это и антисептик, и противовоспалительное наружное средство. Известь заживляет раны, но жизненно важно соблюсти пропорции. Есть рецепт такой, негашённую известь заливают водой. И потом эту воду смешивают с маслом растительным. Чаще используется льняное масло, насколько мне известно. И потом делают внешние мази, лечат ожоги. Говорят, даже страшные ожоги вылечивают. А в странах Юго-Восточной Азии с использованием известки готовят особую жвачку – бетель. Бетель – это растение семейства перечных. У него перечные листья, большие широкие листья, которые обладают ещё лёгким наркотическим воздействием. Вот. Ну, туда добавляется ещё плод орековой пальмы. Такой вот красный сок у него. Очень вяжет. Чтобы нейтрализовать вот это вяжущее действие, добавляет известь. Если пожевать бетель, проходит усталость. Учёные выяснили, что он обладает довольно мощным лечебно-профилактическим действием. Доказано, что именно взаимодействие сока пальмы и звёздки оказывает благоприятное воздействие на весь организм. Очищает полость рта, очищает дыхание и придаёт некоторую эйфорию. То есть, лёгкий такой афродизиак. Известь широко применяется и в кулинарии стран Закавказья. Армине Иджан ведёт курсы кулинарного мастерства в армянской школе в Москве. Одним из самых любимых блюд самой Армине является варенье, сваренное из зелёных грецких орехов с добавлением извести. Королём варенье считается варенье из грецких орехов. Иногда ставлю на стол даже варенье из баклажанов или из тыквы. Но никто не догадывается, что соединят эти варенья. Чтобы сварить традиционное армянское варенье, действительно необходимы известь и квасцы. Разновидность твёрдой соли. Известь, как известно, продаётся во всех строительных рынках, а квасцы мы покупаем в аптеках. Но во время приготовления вот этих варенья нам нужно бывает просто погасить эту известь и замачивать орехи. Предположим, если варенье из грецких орехов в воде, где растворили известь. Ну, то есть в кашёное известь. Приготовить варенье непросто. Та хозяйка, которая умеет его делать, считается в Армении непревзойдённой мастерицей. Орехи на варенье собираются в начале июня ещё зелёными. Готовится варенье исключительно в эмалированной посуде. Квасцы нейтрализуют действие известкового раствора. А вымачивание орехов в известке необходимо, чтобы избавиться от горьковатого привкуса. После чего мы уже варим орешки просто в обычной воде, выливаем воду, а потом уже делаем с сахаром сироп и туда кладём орешки. Ну, так, чтобы вот сироп покрывало орешки, потому что орешки долго готовятся. Обычный человек, услышав про негашённую известь, которую нужно погасить самому, приходит в ужас. Как это можно применять в пищу? Но удивительно, это волшебное лакомство не только не вредит здоровью, но и приносит пользу. Оно богато линолевой и олеиновой кислотами, витаминами С, ПП, В, содержит магний, цинк, медь и фитонциды. И благодаря всему этому обладает бактерицидным действием, улучшает память и зрение. В грецких орехах зелёных очень много содержится йода. И я знаю, что людям, которые болеют болезнью чистовидной железы, очень рекомендуется это варенье употреблять. И делают настои даже на зелёных грецких орехах. И делают ещё ликёр разные. Смотрите далее. Где найти самый ценный дар хвойного леса? Убивал микроорганизмы и тем самым предохранял от заражения многие тысячи людей. Как изготовить волшебное зелье сибирских знакомых? Где-то за 6-7 дней хвост и восстановился. Священная книга книг гласит. Однажды над Вифлеемом засияла звезда. Последовав за ней, волхвы прибыли к еслям, где нашли Марию с младенцем. Они поклонились будущему царю иудейскому и поднесли ему дары. Золото, ладан и мир. Что это вообще такое? И зачем нужно было ребёнку? Историки поясняют. Всё это не просто дары, а знаки, указывающие, что Христос – Сын Божий и достоин самого лучшего, что есть в этом мире. Золото – подношение богам. Ладан – дар священнику и учителю. Смирна или мирра – подношение тому, кто родился, чтобы особым образом умереть. Точнее, жить вечно. Ведь мирра – вид смолы, который используется для бальзамирования. Христу принесли ладан, миру и золото. То есть в данном случае перечислятся три самых дорогих, ценных подарка того времени. И когда мы говорим об упоминании ладана в Евангелии, то здесь, скорее всего, подчёркивается ценность, а не медицинское назначение. В то время, в нашем понимании, ладан – это то же самое, что сейчас бы подарили бриллианты. Действительно, добывая смолу ладанного дерева, люди рисковали жизнью. Дело в том, что растёт ладанник только в двух местах – на Аравийском полуострове в Йемене и Амане, и в Восточной Африке, в Сомали. Смола из ладана выделяется по каплям в 40-градусную жару. Её собирали и караванами везли на продажу. На караваны нападали разбойники, ладан забирали, а людей убивали. Поэтому ладан был поистине дорогой смолу и считался королевским подарком. Ладан, мир, издавна они, собственно говоря, использовались прежде всего для выполнения каких-то обрядов религиозных и сопровождали моления, предположим. Считалось, что, например, если идёт молитва и сопровождается вот именно тем, что сжигается ладан, создаются пары ладана, то молитвы лучше достигают Бога. Они идут прямо к Богу. Современные лабораторные исследования пока никак не прояснили, каким же образом смола возносит к Богу молитву. Однако учёные установили другую важную вещь. Активные компоненты этих смол обладают антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также являются сильным иммуномодулятором. Человечеству известно огромное количество смол, но с точки зрения медицины, наверное, целесообразно говорить, прежде всего, о смолах, которые получают из хвойных деревьев и из копаемых смолах. Из хвойных деревьев практически всех видов получают смолы, и, по сути дела, они представляют из себя жидкие выделения, которые в специальных смоляных ходах образуются и выводятся через них. И, попадая на повреждённую поверхность, застывают, превращаясь таким образом в эти смолы, о которых мы с вами говорим. Смолы давно использовались в медицине как заживляющее средство. Первое эфирное масло из мирры добывали пастухи задолго до нашей эры, собирая смолу из шерсти коз, которые тёрлись от стволы мировых деревьев. В древнем Египте на использование мирры была наложена государственная монополия. Ну, конечно, мира, да, вот это вот где-то камфора, где-то ещё что-то, вот, это вот всё они знали, египтяне были великие химики. И секреты свои, ну, очень редко выдавали, очень редко где записывали. Смолу было разрешено применять лишь для изготовления мумий. Ведь фараоны собирались, вообще-то, жить даже после смерти. Мирры – это одно из первых средств, которые использовали для бальзамирования высоких персон, которые умирали, допустим, тех же фараонов, то есть для сохранения. Вот этот тоже факт, он не нуждается, можно сказать, в комментариях, поскольку, значит, вот, когда пропитывали этой смолой, она защищала от каких-то внешних повреждений, от окислений, от воздействия внешних факторов, и в то же время от многочисленных микроорганизмов, вирусов, которые есть кругом, грибков. И вот это очень странно. Такая высокоразвитая цивилизация, как египетская, со своей уникальной культурой и совершенной философией, была помешана на сохранении тела после смерти. Прекрасно зная о свойствах органики, они, тем не менее, упорно заворачивали тела знати в бактерицидные вещества, думая, что это поможет им жить вечно. Это не работало, но египтяне не сдавались. Вероятно, они верили в это, потому что однажды увидели, что такое возможно. Что послужило примером, после которого целый народ тысячелетиями сохранял трупы? Возможно, ответ лежит в одном из главных египетских мифов – воскрешении Осириса. Он гласит, что Осириса сверг злобный Сет, убил его и разрубил тело на куски. Однако верная жена Исида собрала части Осириса, забальзамировала их, даже оживила на некоторое время. Что стоит за этим мифом? Если под египетскими богами мы подразумеваем некую высокоразвитую цивилизацию, вероятно, для их медицины не было проблем восстановить физическое тело даже спустя некоторое время после смерти. Ведь современные реаниматологи тоже могут вернуть человека из клинической смерти, пришить конечности. Вероятно, ритуал бальзамирования возник из этого. А пока они везли тело до реанимационного аппарата, необходимо было использовать самый быстрый антисептик, который был под рукой. Это оказалась смола. Отдельные виды смолы можно есть, точнее, жевать. И это намного лучше, чем обычная жевательная резинка. Особенно для тех, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем. Современная реклама предлагает постоянно освежать дыхание. Но никто не задумывается, что жвачка сделана из вредных синтетических и химических компонентов, красителей и усилителей вкуса. Жвачка из смолых военных деревьев очищает и укрепляет зубы. А во время Второй мировой войны сибирский бальзам, изготовленный из хвойной смолы, нашел широкое применение в военных госпиталях. Пропитанные им бинты предохраняли раны от инфицирования, ускоряли заживление и процессы регенерации тканей. Даже в Великой Отечественной войне использовали свойства хвойных деревьев, их ароматов, убивать микроорганизмы. Например, в полевых госпиталях, когда не было возможности обрабатывать какими-то бактерицидными лампами, собирали просто ветки хвойных деревьев и помещали их в палаты, там импровизированные перевязочные, где они создавали вот этот своеобразный такой аромат, микроклимат, который убивал микроорганизмы и тем самым предохранял от заражения многие тысячи людей. Смолу хвойных деревьев в самых небольших концентрациях используют как добавку к пище и сегодня. Так делают в семье Инюшевых уже несколько лет. И нужно сказать, что в этом доме практически никто не болеет. Но так было не всегда. В раннем детстве маленькая Полина была очень слабым ребенком. Средство, которое помогло повысить ее иммунитет, нашлось случайно. Однажды, когда девочка простыла в очередной раз, родители собрались пропарить ей ноги. Как водится, вскипятили чайник. Отец собирался налить горячую воду в таз, но уронил чайник и сильно обжегся. Левая нога обварилась полностью, то есть правая была затронута меньше, а левая нога обварилась полностью, прыгал на одной ноге. Сергей Инюшев вообще не мог ходить. В тот момент друг посоветовал ему народное средство – живицу. 50% самой смолы, то есть то, что называют живицу, и 50% кедрового масла. И вот за несколько процедур, применяя ее наружно, где-то за 6-7 дней полности установился, то есть ни ожога, ни следа, ничего не осталось. Смотрите далее. Как графиня солила огурцы, которые лечили желудок. Ей было 18 лет, и сразу же на нее обрушилось это огромное хозяйство. Какую колбасу можно есть? Любая колбаса, которую вы покупаете в магазине, это раствор на 300 литров. Ожог прошел, а живица в семье Инюшевых осталась. Каждое утро перед едой Полина выпивает 5% раствор живицы. У девочки, по словам родителей, усилился иммунитет. Внутрь, соответственно, употребляется 5-10% состав. Для взрослого человека обычно это 5-10 капель за 30 минут до еды. То есть либо в чистом виде, либо запив небольшим количеством воды. Для ребенка, для маленького, у нас до дочки сейчас 8-й год, 1-2 капельки также с водичкой, где-то на чайной ложке. Особенно хорошо употреблять живицу в осенне-зимний период и весной, когда организм испытывает сильный недостаток витаминов. Доказано, что живица благотворно влияет на пищеварительную систему, желудок, поджелудочную железу и решает ряд других проблем. У наших друзей была ситуация, когда у женщины, которая родила, через какое-то время стало пропадать молоко, и они тоже попили несколько дней, молоко вернулось. Академические сочинения русского классика Льва Толстого насчитывают 90 томов. Но это далеко не все, что мыслитель успел за свою долгую жизнь. Лев Николаевич был отцом 13 детей. До преклонных лет активно занимался спортом. Посещал гимнастический зал, катался на велосипеде. В глубокой старости, без посторонней помощи, садился на лошадь и брал с места в голову. И очень много работал. А ведь граф в молодости страдал желудком. Биографы-писатели утверждают, что немалую роль в оздоровлении Льва Николаевича сыграла его супруга Софья Андреевна. Но что конкретно она делала, чтобы Лев Николаевич мог вести полноценную насыщенную жизнь? Помещица управляла хозяйством сама. Она часто вставала к плите и готовила по старинным рецептам. Сохранилась ее знаменитая поваренная книга. Какие секреты были у графини? Софья Андреевна – это удивительный человек. Это, мне кажется, верная спутница Льва Николаевича, во-первых. А во-вторых, как говорили, что если это был Лев, то она была Львица. Это действительно очень такой мощный по своей духовной природе и по своей физической природе человек. Здесь, в Ясной Поляне, родовом имении семейства Толстых, об укладе жизни писателя знают все. Весь темп жизни Толстых был подчинен привычкам Льва Николаевича, но заметим при этом, что привычки у Толстого были устоявшиеся, он вставал довольно рано. Лев Николаевич вставал очень рано, с рассветом. Пил чай или кофе. До полудня граф обыкновенно работал. Завтракали в Ясной Поляне поздно. В полдень. Главе семейства подавали всегда одно и то же. Овсяную кашу, простоквашу и яйца в разных видах. Валентин Федорович Булгаков, друг и последний секретарь Толстого, вспоминал. Часа в два или в два с половиной, вскоре после окончания общего завтрака, выходил в столовую Лев Николаевич. Словоохотливый, оживленный, с видом успевшего что-то сделать и довольного этим человека. Софья Андреевна каждый вечер лично составляла меню семьи на следующий день. Она приехала в Ясную Поляну, совсем девочка. Ей было 18 лет и сразу же на нее обрушилось это огромное хозяйство. Ей нужно было ежедневно расписывать меню, придумывать то, что семья будет есть на завтрак, обед и ужин. Каши, вареный картофель, сухофрукты, мед, рыба. Блюда были по-крестьянски простыми. Софья Андреевна считала, что это правильно. Повар в Ясной Поляне был прекрасный, но хозяйка временами могла обойтись и без него. Повар у Софьи Андреевны был. Он очень хорошо готовил и иногда немножко запевал. Когда он запевал, тогда Софья Андреевна готовила сама. На страницах поваренной книги Софьи Толстой нас ждало неожиданное открытие. Все ее блюда можно приготовить и сегодня, кроме одного – соленых огурцов. Казалось бы, что здесь сложного? Огурцы, укроп, чеснок, соль – все есть. Но нет. Софья Андреевна солила огурцы очень странным для нас способом. В качестве консерванта она использовала не соль, а селитру. Раньше толстые очень много на зиму солили огурцов, помидор, бочках. Хранилось это все в холодильнике, вернее, в холодном погребе. Использовали при засолке селитру. Сейчас селитры нет. А раньше она использовалась. Сейчас вместо селитры применяется уксус. Но как такое возможно? Это же вроде бы яд, который кладут в удобрения и взрывчатку. Но оказывается, селитра бывает разной. Калиевая и аммиачная действительно ядовитая. Она используется тоже с древних времен в порохе. И это тоже технологичная вещь, она тоже ядовитая. И тоже используется как калийное удобрение. То есть азотистое и калийное удобрение, что у нас на слуху, это как раз и есть селитра. Но Софья Толстая использовала натриевую селитру высокой степени очистки. На вид и вкус она почти не отличается от обычной поваренной соли. Но ее свойства немного другие. Есть натуральное вещество, это натриевая селитра, которая в качестве лечебного, лекарственного средства используется с ней за памятных времен. Другое дело, что она мало известна как лекарство, потому что месторождений натриевой селитры в мире немного. На самом деле натриевая селитра очень хорошо знакома любой современной хозяйке. Нитрат натрия широко используется в пищевой промышленности для сохранения окраски и как консервант. Он обозначен на упаковках как пищевая добавка Е-250, Е-251. При термической обработке гемоглобин сворачивается, и поэтому мясо, которое содержит клетки крови, приобретает серый оттенок. И для того, чтобы наши сосиски, колбаса, окороки имели розово-красный вид, такой аппетитный, они некрасивые серы, их сначала выдерживают именно в растворе селитры. Поэтому любая колбаса, которую вы покупаете в магазине, это раствор натриевой селитры. Но не надо бояться, что это источник нитратов. В последнее время идут яростные споры. Можно ли покупать еду с пищевыми добавками Е? Вред это или нет? Вот только факты. Нитрат натрия или пищевая селитра в процессе пищеварения преобразуется в канцерогены. Эти соединения считаются опасными, так как в избытке способны провоцировать развитие злокачественных опухолей. Однако при этом же нитрат натрия широко используется в медицине как сосудорасширяющее, бронхолитическое и слабительное средство. Он снимает спазмы кишечника и работает как антидот при отравлении цианидами. Возможно ли, что секрет здоровья Льва Николаевича Толстого, которому кухня жены исцелила желудок, заключался в солёных огурцах? Ещё Парацельс заметил. Всё есть яд и всё есть лекарство. Другим его делает доза. Смотрите далее. Как сделать настоящий эликсир бодрости? За счёт этого идёт плавное естественное снижение веса. Где искать источник натуральных витаминов? Человеческий организм – это биологическая машина. А запчасти где? В старинном посёлке Епифань, недалеко от Ясной Поляны, солят огурцы по тем же рецептам, что достались графине Толстой. Огурцы должны были быть обязательно собраны в сухую погоду. И старались отбирать в основном огурчики, чтобы они были один к одному, зелёненькие, одинакового размера. На огурцы также, сверху слоя огурца, гвоздички, букетики гвоздички, перец горошком, также брали перец острый, турецкий. Но этот перец добавляли на любителей. В бывшем доме купцов Байбаковых теперь музей. Но на приусадебном участке, как и много лет назад, выращивают ягоды, овощи и фрукты. В старину огурцы здесь солили в настоящей бочке. В бочку наливали воды, где-то сантиметров на 10-20 от дна бочки. Закладывали различные туда травы. Всё это закладывали, и потом грели камни и бросали в эту воду. И в бочку закрывали. То есть от горячих камней вода начинала закипать, и бочка вся обрабатывалась этим паром. Сегодня на дно стеклянной банки укладывают листья вишни, смородины, укроп, чеснок, хрен. Для хруста добавляют лист дуба. Затем аккуратно закладывают отборные огурцы. Добавляют гвоздику и перец горошком. Заливают горячей водой с растворенной в ней солью и лимонной кислотой. Софья Толстая делала такой же раствор, только брала пищевую селитру. Сейчас, к сожалению, селитру эту не используют. Не то, что к сожалению, они используют, потому что её признают, как она считается ядовитой. И поэтому вместо этого используют уксус или лимонную кислоту. Вот затем этот бочонок тщательно закупоривали и опускали в холодное прохладное место. Уксус, особенно яблочный, ещё одно вещество, пользу которого заметили ещё столетия назад. Яблочный уксус, вообще уксусы известны очень давно. С древних времён, с древнего Рима, с древнего Китая, с древней Индии. Клеопатра пользовалась уксусными процедурами. Поэтому уксус был известен очень давно. Римские легионеры после войн обрабатывали свои раны уксусным раствором, чтобы раны не инфицировались. Современная медицина выяснила, почему уксус полезен для здоровья и как снижает вес. Увеличивается расщепление жиров в организме и вообще увеличение всего обмена веществ в целом. За счёт этого идёт плавное, естественное снижение веса. Оно не быстрое, оно очень постепенное. Но, повторяюсь, эффект есть и держится он долго. Ирина Ильяшевская – врач-косметолог и диетолог. Несколько лет назад она заметила, что с трудом просыпается по утрам и весь день чувствует себя разбитой. В борьбе с ежедневной депрессией проигрывали все лекарства. Витамины, таблетки, микстуры были бессильны. Тогда Ирина решила воспользоваться старинным средством – яблочным уксусом. Утром натощак, вечером до еды, где-то за 20 минут, уксусный раствор в следующей пропорции. Значит, на один стакан кипячёной воды комнатной температуры мы добавляем 2 чайные ложки уксуса. И можно добавить половинку или целую чайную ложечку мёда. Вот это так называемый рецепт бодрости. Эликсир бодрости проявил себя очень скоро. Сегодня каждое утро вместо чая или кофе Ирина выпивает ложечку-другую разбавленного яблочного уксуса и чувствует себя прекрасно. Улучшение общего состояния, самочувствие, прекратились головные боли возрастного характера, улучшилось общее состояние организма. Исследования показали, что яблочный уксус в определённых пропорциях снижает уровень холестерина, спасает при анемии и артрите, помогает вывести камни из почек. Ведь он содержит железо В12 и фолиевые кислоты. Улучшается иммунитет. Я практически не болею гриппом, когда идёт инфекция зимой, эпидемия. Улучшается структура волос, улучшается структура ногтей. Ногти здоровые, не слоятся. И, конечно, уходят и объёмы, и состояние кожи в целом. Ещё яблочный уксус улучшает память и увеличивает работоспособность всех органов. Но при условии, что он натуральный, а не синтетический. Вы знаете, конечно, самое главное, надо смотреть на этикетку, что написано. В основном у нас, к сожалению, продаётся синтетический уксус. Там синтетическая яблочная кислота, которая здоровья не прибавляет. Его можно использовать только в кулинарии. Надо искать производителей натурального яблочного уксуса. Такой уксус получают из спелых яблок путём прямого холодного отжима с последующей фильтрацией и ферментацией. Подсчитано, что в яблочный уксус из фруктов переходит около 85% веществ, полезных для организма. В основном витамины группы В и Е, если это витамины. Микроэлементы – это магнийцинк, очень богатый именно этим. Но там другие микроэлементы есть. Но магнийцинк – это очень важные для организма элементы, которые мало в каких продуктах содержатся. Магний необходим для укрепления сердечно-сосудистой системы и болезненности сердца, в частности, аритмии. А цинк – это очень важный элемент для головного мозга. Но перед употреблением в пищу уксуса важно проконсультироваться с врачом. Есть ряд условий, при которых он противопоказан. Есть определённая категория людей, которым не следует применять яблочный уксус. Но это внутрь. Но никто не запрещает применять его как наружное средство для ухода за кожей лица, например, также. Ирина Ильяшевская стала экспериментировать с этим чудовеществом дальше. В итоге разработала свою методику избавления от целлюлита. Ноги необходимо обернуть тканью, смоченной растворённым в воде яблочным уксусом. Кстати, так делали и в старину. Но косметолог доработала метод. Она добавила одно из современных достижений медицины – лимфодренажные сапоги. Идёт такая пресс-терапия на нижние конечности, которая помогает в этой проблеме. Двойной эффект получается. Эффект виден не сразу. Уменьшение объёмов заметно только через 10 процедур. Но натуральные методы не могут давать быстрый эффект. Однако их действие долговременно. Так утверждает Ирина Ильяшевская. Идут очень хорошие результаты для лечения профилактики целлюлитов и уменьшения объёмов бёдр, в основном рук, ног, проблемных мест нашего организма. Сегодня модно принимать витамины и биодобавки. А ведь всё необходимое для нашего организма уже есть в природе. Наша планета полна уникальных соединений, которые благотворно влияют на весь организм. Ведь можно говорить о том, что человеческий организм – это биологическая машина. А запчасти где? Они в природе должны быть. Значит, в живой природе. Может, стоит порой всего лишь прислушаться к себе. Тело само подскажет, чем питаться, что и как лечить. Возможно, тогда искусственно созданные и разрушающие наш организм лекарства и продукты отступят на второй план, уступив место главному творцу и лучшему лекарю – Матери-Земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok